Принадлежность к партии стала для Владимира Сипягина проездным билетом во власть. Действующего губернатора раскритиковал его же партийный соратник, член ЛДПР и бывший куратор внутренней политики Владимирской области Денис Лякишев. По словам экс-чиновника, несмотря на то, что губернатор проводит на работе чуть ли не сутки напролет, ничего у него не выходит. Работу Сипягина Лякишев сравнивает с поражением русского флота в Цусимском сражении. Флот шел в ранге третьего флота в мире, возглавлял его опытный адмирал, команды были выучены, встречались с высоким патриотизмом, спаяностью, но в итоге получился катастрофический разгром. Эксперты оценивают то, что где-то чего-то не хватало. Не хватало по чуть-чуть. Чуть-чуть не хватало скорости, чуть-чуть не хватало бронирования, чуть-чуть не хватало эффективности наводчиков, чуть-чуть не хватало эффективности управления командованием. И в итоге получилась вот эта катастрофическая ситуация. И вот здесь, в области, мы имеем примерно такую же ситуацию. Вот те вот цусимы, которые я как бы для себя отметил, которые очевидны, а не всем, это цусимы в области обращения с отходами. Проблему с ввозом московского мусора губернатор так и не решил. Жители приграничных с Подмосковьем районов по-прежнему фиксируют, как в область едут мусоровозы со стороны Москвы. Конечно, были внесены изменения в территориальную схему обращения с отходами. Но недостаточно тесная работа с надзорными органами привела к тому, что иногородний мусор продолжает ввозиться на Владимирскую землю, отмечает экс-директор департамента региональной политики. В этой ситуации можно было решать вопрос по-другому. Решать вопрос взаимодействия с региональными операторами, решать вопрос взаимодействия с публично-правовой компанией «Российский экологический оператор», выстроить взаимодействие с Роспроднадзором, не так формально, как мы его выстроили путем направления писем, а проведением совещаний, эффективнее организовать общественность, эффективнее взять на вооружение методы, реализуемые в других субъектах. Вроде бы как бы где-то чуть-чуть по чуть-чуть, а в итоге получается вот тот экологический конфликт, который действительно подрывает доверие населения губернатору по Владимирской области, по Петушинскому району. Помимо провальной работы в регионе, Лякишев говорит и о внутрипартийном провале Сипягина. По словам экс-чиновника, после победы на выборах губернатор не прилагал никаких усилий для поддержки партии. За два с половиной года, что Сипягину власти, встречу с партийным активом он устраивал лишь однажды. ЛДПР надеялась, что при Сипягине она станет партией власти. Вместо этого оказалась на грани распуска. Позиции сведены не просто к нулю, они стремятся вообще к отрицательным величинам. К сожалению, необходимо это признать. И вот вывод получается такой, что, к сожалению, для нашего губернатора партийность, принадлежность к ЛДПР – это что-то вроде трамвайного билета для того, чтобы реализовывать не программные уставные цели партии, а личные карьерные цели. То есть он не связывает свою личную судьбу с позицией партии. То есть это для него возможность зайти на политический олимп.